господи слава тебе меня спрашивает иногда у меня стихотворение сохранившихся 3467 это 4 тома по 800 страниц по 800 страниц каждое стихотворение из 9 куплетов куплет из 4 9 и 36 строчек и эпиграф и получается страница вся занята все они у меня сверстаны все осталось только издать но они стоят я пошел и невозможно сразу за 2 миллиона с половиной рублей чтобы издать 1000 экземпляров очень дорого игра почему бумага идет от китая закрыли комбинаты свои они пилят миллионы тонн его возят из-за теперь они любую цену мы вот меня когда я был литературном институте а там занятия вел лево шанин то мы дорога у меня написалось не 4 стихотворения пока я ехал к цыганский табор покидал табол и вот я рассказал где ну понимаете у вас тему то такие что как будто и обыденное но столько там где надо понимать в другом плане называется экстраполяция перенос событий из тысячелетней давности на сегодня конкретно считающих себя применяет и они притом людей раздражают ваши стихи кто-то недоволен это означает что они солью приправлены человек может исправиться это я говорю потому что я не поэт оборони бог думать так ну вот так получилось ну что самое удивительное это всех удивляет пушкин пишет стихотворение бывает 5-6 раз от стихотворения переправляет слова лев толстой пишет начало войны и мира 18 раз переправлял почему еще находится что-то лучше и у меня сохранились но один человек тут был у меня и говорит а черновики написал что вы делаете вы сохраните вы какая-то часть сохранилась несколько тысяч что такое стихотворение 3467 это означает каждое стихотворение я пишу карандашом его на бумаге продается папка ну бумага такая а4 называется там 500 листов это 7 пачек 1 на другой все исписанные еще сверху там осталось где-то это за девять лет было написано и вы заранее знаете его это на молитве вот я молюсь когда но я тут могу даже показать вот тогда было сейчас я уже кое-как себя отводил от этого у меня лежат бумага лежит здесь и во время молитвы у меня как бы проплывает строка я не вижу за всю жизнь они у меня видения ни одного не было слышать я ничего не слышал но когда здесь сяду отдохнуть мне 15 минут господи питаться будет пройдет прям рядом а а бывает до пора я стою ну то есть как угодно может толковать вот а строка я прям на молитве саду раз ее записал все как только кончили молиться и 35 строчек я добавляю его всех ни одной помарки нету на тысячи стихотворения одной помарки этого быть не может как а вы пробовали лучше сделать пробовал ничего не получилось я сижу другой вставить никак нельзя настолько это уже вмонтировано притом знаете плагиат это человек когда ворует сижу я где-то а у меня антиплагиат это тоже интересно приезжает родной брат епископа и в тихий отец михаил ну и выше на крыльце у батюшки он говорит вот вы стихи пишите вот я вам прочитаю до стихотворения понравится мы или нет а берет газету и считает считает про отрока самуила я прослушал говорю нет это вы выше я так не напишу я не переоцениваю себя у мне нет этого таланта там перещеголять там лермонтов или кого-то нет совсем не за ну знакомая тема то но так я не пишу он засмеялся тогда его смотрите радонеж газета выиграете лапками ну как это ваше стихотворение не знаю на все память есть она это нету я написал его отдал и и вот я могу показать черновики тысячи и ни одной помарки нигде не это бывает на молитве опять львов николаевна напрягись не надо а то там рядом стреляет прям животом видно где так он тебя раз будет еще одна строчка проплывает я на молитве бывает второй один раз было же во время утренней молитве 3 и 3 стихотворения сразу были написано я пошел пасти коров тут попросили я про за день 5 стихотворение вышло я иду и вдруг я сразу бумага с собой фанерка такая в сумке в машине леду у меня всегда с собой был чтоб писать вот однажды меня вез один священник домой и музыки а вы на музыке пишите корсом то есть а музыки да я же не музыкант а все-таки я музыки у меня написала стихотворение 36 строчек утром встал думаю теперь надо отпечатать нигде нету все обыскал везде а там комната одна и нету нигде даже печально как-то и хожу днем и вдруг мысль опять подошла писать надо я написал а то еще в глазах я бы мог это восстановить но не недословно и вижу это лучше тишина и музыка каких соединить и виктор николаевич поет это вот я попутно говорю как это делается и вот это покрывало неизвестно кто подарил его рынка была торбеева девичья фамилия надежда павловна она была у меня здесь наблюдатель и эконом за два здания и как соблюдать но до того она хорошая а сама видом такая незрачная какой-то она там национальности такой и однажды я возьми сказал я говорю то у нас тут что то есть и надо бы бочку какую-то найти просто людям сказал она еще нас не знала только прилеплялась и пошли гулять булыгинское кладбище в лес и она пришла с бочки на спине бочку принесла ну бочка то вот такая вот вполне да но отобрали конечно у нее и носили куда-то ее но вы же сказали бочку надо я принесла я когда уезжаю летом и написал нужно начни горшков столько-то насос такой-то там шланги такие-то а где там я говорю это резинотехнические изделия это инструментальный завод заводы где а кто начальник но я не знаю ну так и она по все достанет магазине здесь тысячи мелочей все достанет вот понимаешь нет она именно работает и пошла туда потом говорю вот я приду только на завод никто меня не знает а кто вы такие но я тла от лапкина так начальник создает указание так найдите и дайте сколько гвоздей надо было на сколько гвоздей надо ну строим деревню сколько ну килограмм пять каких пять строите деревню полтонны выпишите полтонны гвоздей да это невероятно но инструментов всякого дать она где я была вас называют сразу директора как будто бы они переменяются и сразу шлангов сколько надо дать ну там сколько-то сделать на 500 метров у нас под землей зарытой поливаем сейчас аж то и он умер царство ему небесное анатолий петрович его звал настоящий русский патриот который однажды мешать не побил да а как я у него взял потом решил похвалить игры вы нам 4 лодки подарили резиновые ребятишки кататься я говорю только воскресенье даю он такой веселый распахнута сразу что швы делаете да я ж детям дал да я еще вам дам каждый день катались на лодке полез сразу себе в сейф достает такие большие запечатанные пластины шоколаду так подожди полез еще денег им сумку толкает директор огромного завода они там лодки трапа для самолетов все это делают я ему сказал в комары кусают вот такой материю как бывает солдатская где-то сколько надо на мордике ношить надо надевать на ночь чтобы дети он сразу выписал по сей день еще не истратили это бог делает так это человеку невозможно обратились депутату одному депутат а он военный макаров нам нужно овсянки достать овсянки хорошо они сказал сколько куда потеряевка 5 тонн привозят овсянки 5 тонн но вообрази что такое так этому потеряевских всех и и сколько было это не это нельзя сказать это а вы их обольщаете пустили молву что я учился долго в египте в индии у разных там этих йогов и поэтому ключ получился любому сердцу я повторяю все время у меня нет образования ни гуманитарного и религиозного есть что я не скрываю люблю господа сижу у ног его как мария и вот этот свет я к этому все попутно говорю и вот это на картине что оттуда скачут на оленях вот волк вот второй волк вон там третий волк и он стреляет возниться а этот рулит я куришь как ты видно что ноги так как скачут они там лес все это такое как это вырваться оттуда это это волки волки вот она где я не знаю видно или не будет там где-то видно ну покрывала сколько она лет у кому служила не знаю но попала ко мне я посмотрел здорово конечно я стрелять сам стреляю на велосипеде с ружьем любого воробья мог снять и понимаю что такое волки мы идем из потерь и со школы в порчину учились а волки лежат волки тогда было волков много там ну сколько там трое пять лежат подтягиваться и мы идем идем мимо они нас не трогают вот это мы хорошо видим к нам подошли по проведать волки один раз был баранов вытащили одна шкура только осталось 4 гусей задрали бросили и ушли я вот и на этих я смотрю что вот это вот это кто-то а вот это занятая и вот это просто так а вот теперь тайный смысл мне четыре человека помогали насчитывать мои стихотворения мои и вот они в каждый раз на биталия калиников даже такие люди которые прямо назвать буду кабачева владислав там все и вот считают вот эти вот куплет не понимаем о чем там говорится когда я объясню подробно вот это делаю сколько у нас называется тройной переход из событий давности на сегодняшний день и повернуть человеку который считает это господь дает вот теперь я прочитаю это стихотворение посмотрите как она выглядеть будет эпиграф еремея 15 глава 19 стих на сие так сказал господь а на что на сие надо видимо все-таки посмотреть сейчас я посмотрю на что я не знаю вот это 19 вот за что так упорно болезнь моя предыдущий стих 18 и рано моя так не исцельно что отвергает врачевание неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником неверной водою на себе так сказал господь и дальше я уже показываю здесь вот если ты обратишься и я вас ставлю тебя и будешь придется предстоять перед лицом моим если еще драгоценное изничтожного то будешь как моюста они сами будут обращаться к тебе они ты будешь обращаться к ним изничтожного ну что там такое ну покрывала что там особенного то а теперь само стихотворение неправда без молитвы так и прет нахально наседает словно волки у скачущих оленей поперек от выстрелов в упор и то так мало толку их стая оголтелых и голодных им выбора иного тоже нет не меньше дюжины нас обложили плотно им нужен я сегодня на обед безбожники антихристы зверьё у каждого хвосты висят поленом вон они как висят вон они видишь как висят поленом не промахнись ружьё иначе мы умрём о господи дай вырваться из плена храпит в истерике упряжка из оленей копытит то и дело хруст костей вот их вожак врос вылитый как ленин из леса вырваться бы на простор степей родимые не спотыкайтесь с горок любимые на взгорке на одном дыхании не отсырей же от дыхания порох вот опрокинулся еще один ахальник мне приходилось проводить беседы с различными по злу еретиками от этих волчьих стай на русь ворвались беды не раз их библии пришлось мне заорканить их лютость и сверкание злобных взглядов прошлись по мне чтоб сдрогнешь и во сне стихи на память в патронтаж плеядой сектантов заставляют косинеть о память дар талант не заржавевший ты вручалась лишь с постом молитвой от доморощенных сектантов до заезжих ты поражала и своих наймитов на покрывали на моем картина олени пальцем покажи волки лес один стрелок испуганный второй позиции что-то крикнул во сне от холода им закрываю лоб тяну вот это место на себя он меня выстрел передо мной каждый день ночью его тащу к себе игнати лапки 20 ноября 2004 года вот из ничтожного полезная это невероятно откуда эта буква это так таких-то стихотворений не два не три я сейчас молодец и позволит время тут я маленько-маленько прочитаю стихи вот такая слова примирение столь ясны пожар тушить пока не разгорелся пока ты жив не просто куча мяса без добавления бывшая хотя уже с апрела малейший шанс святому примирению считать за ниточки к спасению и штольни избыть обид самооправданий прений в них как доказано бывает мало толку уступки в чем-то что не столь важно уменьшить притязание быть гибким какой ущерб дальнейшее покажет но не родятся обвинения кипы простор тактически для сумрачных баталий тропу войны расширит горизонту не тот масштаб но жив в немирных сталин арманы гитлера подкатывает к хронту и каждый раз при так тратах и издержки судебные нервные в семье судить начнешь себя мог примириться прежде что с каждым днем труднее не суметь дрожит сердечный клапан злоба душит что стоило прислушаться к советам но словно аспен затыкает уши перед судей поникший безответный христа наказ обдумай прежде бойни составить план произвести расчет пока ты жив не бывший не покойник мир заключивший обретет почет позора нет флаг белый раздобыть не до последнего солдата злобно биться смирением упрямство раздолбить и зацветет миндаль и винограда кисти мирись соперником пока не отдам стражи пищеварение и сон к тому пойдут кто лучше печально если дьявол хулой лицо замажет на приговор суда не хватит и получки 19 февраля 2005 года игнати лапкин вот это когда говоришь человеку откуда берется не могу ответить а теперь стихотворение 36 строчек и напротив каждой строчки место писания откуда это взято вот еще раз поспал покажу я бы крупнее сделал но вот это не войдет она выбросит их сделать крупнее или нет нет чудеса различные в природе необычные смущением потрясает где-то было так и слышал бы вроде но не здесь же очевидцы сами то чего сподобились коснуться что не впишется привычную рутину испугает и заставить струсить когда кровь позаищи застынет и конечно самые самых воскресенье из мертвых нам знакомых искру веры вдруг раздует в пламя выявить на самом деле кто мы заглянуть за краешек вуале прикоснувшись за предельной темы встрепенулись словно нас позвали сами на себя взглянули где мы но господь христос всем дал писание чтобы в нем мы обрели спасение стали ангелами они злыми псами церковь возлюбили как и семьи чудо высшее поверить во христа посланного к нам от иеговы с горней пристани с победой пристать был очищенным иисуса чистой кровью верить по писанию не отбросить ни единой буковки и знака за неверие исполнится угрозы скрижетать зубами горько плакать библия чудес и откровений высшая вершина всех вершин с верой искреннею в этот пункт обменный ревность к праведности ту же как грешил не ищу чудес и не желаю выйдя из неведения с ионою пророком золото очищено от шлака в чудесах для вечности нет проку 2 октября 2004 года вот откуда это все идет теперь я говорил об одном стихотворении которое у меня потерялась а потом нашлось и я вас сейчас покажу вот здесь эти ставщика виктор вы что тут совсем не квесту савченко виктор и называется музыка на образ назначение музыки вот она где назначение музыки так он будет петь а а я сейчас слова найду чтобы слова следить савченко песни слова в горде назначение музыки к лмн его назначение музыки я это все открываю ты будешь следить за этим и одновременно будем петь назначение музыки подожди если устала львов николайна можно сбросить вот назначение музыки давай все тишина и музыка как и соединить обнявшихся и любящих увидеть осталось ли звезу я сделаю подкинать все садитесь слушать таинственные божественных наити божественных наити мудрецов слагавший гимны властелину света в раздумьях о невидимом свое закрыв лицо они касались солнечных сонетов солнечных сонетов от первозданных лет персты нежнейших звуков приобщились в рукоте громов поэт ступал в куплет последняя строка уже слезой кропилась зверей созвездие травинки по утру и щебетания птиц еще уставших все творца пославшего нам труд слогать стихи для музыкантов наши строка слезой кропилась и молитвой за жар стиха и поэтичность слога летящую орлом ползущую улиткой беспомощность дитя сосущего из рога продолжения в рыдании с природой спит в обнимку увидеть осознать прославить прислужение за птиц зверей созвездие травинки зверей созвездие травинки по утру и щебетания птиц еще для уставших все творца пославшего нам труд складать стихи для музыкантов наших для музыкантов зарубить на память что есть музыка и бреди не кандалами силой будем бить шабаш нечистой силы колдуны и ведьмы через транзистор телевизор скачут развод покоя с музыкой так вреден и новый брак с лопящими темпочем зверей созвездие травинки по утру и щебетания птиц еще уставших все творца пославшего нам труд складать стихи для музыкантов наших вот виктор озвучил больше 80 стихотворений так вот посмотрите сейчас покажу некоторые и теперь он там которое напел уже здесь теперь там обрабатывает они у него настолько сильно сделаны ну например я покажу признаки пришествия антихриста пример себе своим воображением как он сделал это моё автобиографичное вот посмотри все то что прочитал или услышал для снайпера сегодня я мишенью всем хищником меня бог сделал арестована еду ни час ни сутки но сплошная жизнь на выходе и в ходе за обедом стреляет точно в лоб и давит только вниз на книгах я успевал на каждом повороте за сеть поле за столбить между университете со златоустом путь житийный пройдет с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу хотя как знать когда я ускользну стрельбы стрельбы от петля не захватили враг не достал и стратил всю казну уверенность пожог в истерике бесили их совещание по тайным кабинетам моим паролем кличкой псевдонима пропитанные обклеены планшеты так день и ночь а стрелы мимо мимо я успевал на каждом повороте засеять поле за столбить межу со златоустом путь житийный пройдет с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу их измотала в горных перевалах там след моей ступни не распетлял по шахтам гротам по логам отвалом и следует святых о ком я начитал мой бег мои убежища с давидом за мною доик бешеный саул они разведали что я мьямет акриды а штаб квартирой избран барнаул я успевал на каждом повороте я бегаю засеять поле за столбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу я с моисеем на своей вершине последний раз смотрю из под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает у кустов реки моя погоня гнались за упаду я отошел не досягаем отец и мать прощай земля за закона града мой труд следы читайте по слогам прощай земля за закона града митрополит мой труд следы читайте по слогам я успевал на каждом повороте Засеять поле за столбить межу со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу я успевал на каждом повороте Засеять поле за столбить межу это потеряется со златоустом путь житийный пройден с той стороны земли на все гляжу с той стороны земли на все гляжу и видишь как на качелях это так умно составить это вообще даже не знаю стихотворения эти были уже ну известно тут еще такого то нету а вот теперь смотри святая Русь это не то святая нет я не знаю сейчас вот это что наверное а это Виктор взял иногда нас спрашивают что означает слово святая Русь мы отвечаем не потому что на Руси святых было больше чем в других местах а потому что святость была абсолютно нравственным идеалом для нашего народа в сердце не буду напоминать о нем внутри как горящий огонь был закрещен в костях моих чему вы обольщаете сам вона с под моста куша фото у кремля что будет мир и рухнет храм догона заблодоносит мертвая земля вы говорите о былой России царях великих собиравших Русь что всех иуд повесят на сине но я обратное вам предсказать берусь святая Русь нас заклинают хором святая Русь жила и будет жить и детям нашим не видать позора их будущее больше не страшит не знаю для чего так лгать завучено цветасто и искусно прислушайся за каждым словом мать печаль веков щадит и в сердце пусто о боже проповедников пришли в служение Богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий мать не верится и верить вам грешно опровергать здесь нечего напрасно во всем всегда одно большое но мы говорим не об одном а разном величие России не в тюрьме не тысяче километровое пространство но в покаянии и в сердце и уме пусть маленькое но Христово братство святая Русь когда была святая скажите дату срок и имена во свете Библии под эти горы стает останется вино вина война охватали все от севера до юга до порта Артура оспу островов все подгребли саму тайгу и в югу и расплодили нехристе воров о боже проповедников пришли служение Богу на родном на русском крещение духом водное крови тернистый путь и вход уж очень узкий кто хуже нас сокровища земные транжирит жжет и рубит по весне мы опостылили от века и до ныне при Балтике татарам и Чечне на нашей земли вожделенье зависть облизываясь смотрит миллиард весь мусульманский мир там добровольца запись у нас отнять за счастье каждый рад о боже проповедников пришли служение Богу на родном на русском крещение духом водное в крови тернистый путь и вход уж очень узкий тогда исполнив веренное нам не Русь святая а герои веры народы им понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы химеры к чему вы обращаетесь самгоном понятно тут есть разно многих благодарю Володе что есть отдайте шикотан еще проиграть один нет меня даже говорили вас судить будут за эти стихи но Бог милует пока все и вот изничтожное извлекать как полезное вот сегодня у нас 21 декабря 2021 года утром помолились мы ну и вот сестра у нас Глена Павровна из Ливана вот специально показал как все это делается могу достать черновики показать можно даже глянуть подожди-ка я сколько раз говорила ни разу не показывал так подожди-ка куда же мне вон она где табуреточку дай-ка там есть вот смотри сейчас я достану покажу никогда не показывал но тут пыль там пачки целые стоят вот большая там может Володя зайти отсюда показать откуда это ну это вот пачки вот эти стихи когда писались как ой сейчас я это закрою чтобы мне положить можно было вот смотри вот сколько тут вот они идут все видишь как писалось ни одной помарки ни одной поправки нигде нету вот она девять куплетов видишь какого числа и все вот она видно или нет и все карандашом карандашом потому что дешевле чем ручки у меня это все учитывало смотри сколько идут они четвертого десятого шестого ага вот оно вот ни одной помарки нигде нету переправлялась вот видно что первое вот видно первая строчка которую вы записываете а потом пошло не захотели не там не захотели меч духовный понести что-то такое сомнительно что мнится ну и так далее вот скажешь а где это можно увидеть вы избери какой-то отдельно сама избери а сейчас его бы живо найду там напечатанное так пускай держит так двенадцать двенадцать шесть шесть как называть стихотворение у меня есть друзья как без них умереть дальше ну и считай дальше а я не вижу без очков достоянием с ростя с достоянием с ростя вот смотри как делается я это выступляю сюда я сейчас покажу как и работаю здесь с ростя теперь я включаю стихи вот они все до одного стихотворения сразу раскручиваю и заряжаю а да мне надо возвести сначала наверх туда чтобы она не со середины начинала искать как начинается то надо посмотреть у меня есть друзья с ростя с ростя теперь я контрол нажимаю и F с ростя с ростя с ростя у меня есть друзья как без них умереть вот оно все да да как без них умереть вот оно вот вот оно смотри ну и ошибки вообще нашли как сразу прямо только несколько секунд и уже все это придумано сразу идет я прочитаю у меня есть друзья как без них умереть с ним с ними всем достоянием с ростя чуть невзгода ко мне я звоню им скорее с этим жился и все пережилось так просто им в молитвах моих непростой уголок список их мне не тянет карман столько нежности им и возвышенный слог им подарков моих караван это о друзьях пишу им нашел я при высеве божьего слова призывающие меня в благодати отогнал бог неверия демона злого их родные кричали ты спятил благодать обратила в воде завершила осветила и свыше сердца сияла из овцы зараженной из детства паршивой бог здоровой соделой добывший из ямы их улыбки касание нежности дивной не понять буряку кто по кельям чернел их спаситель призвал и признав не отринул заслонил верой чисто от дьявольских стрел у меня есть враги не считать за врага иисус той науке меня обучил тайны выдадут все но не вижу бреда сам господь меня выдрал из страшных пущин ядовитая злобность самих же сожгла ненавидели подло молвой оплетали белизною покрылась их злоб и зола со слезами молюсь я от них был в опале так и было всегда от потомства адама сила гнула свой лук от плеча зверлова амафором душили благовестия по храмам скрыли имя творца иегова у меня есть друзья и враги в перемешку я богат они всем не на пользу они счистят меня чтобы жил я безгрешно чтоб орлом не летать не рептилии ползать 12 декабря 2006 года Игнатий Лапкин сходится? сходится вот это вот рукой писал и все до одного стихотворения сам перепечатывал а вот я посмотрю просто сейчас покажу еще чуть-чуть только потому что это уже без этого никак нельзя где-то книги стихи нужно посмотреть стихи так книги общие Пейжмейкере вот она четыре тома стихотворения и вот допустим первый том где я открываю его открываю это в Пейжмейкере не просто так 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 вот чтобы эта страница 778 я вот так два нажимаю Ctrl V и Alt и G надо нажать и я скажу допустим на третью страницу сейчас все на третью страницу выведет так я сейчас буду видеть вот это маленько еще раз Игнатий Лапкин проповеди в стихах книга первая тринадцатый год теперь по порядку по благословению протоиерея Акима Лапкина проповеди в стихах и здесь вопросы и ответы во свете Библии и теперь я только пересчитаю что начинается первое предисловие тираж первой книги стихов тысячу экземпляров церковь свободы тюрьма подошел к концу стал вопрос о восполнении этой другими книгами стихами за восемь лет с 2003 по 2010 год было мной написано 3112 но я даю теперь за четыре года 3400 по девять четырехстрочных куплетов почему именно по девять как бы в честь Пресвятой Троицы по три куплета никаким образом не требуем к себе эпитета поэт это всего лишь попытка выразить в чуть рифмованной форме проповедь на определенную тему я проповедник миссионер с 58-летним стажем это на 27 сентября 50-летним как помню первое моё стихотворение было написано где-то в возрасте пяти лет о подаренном отце мне бычке потом был стих об отце бычка подарил вот как в басне ненадобно беде случиться служить греху смертельно я устал в мечтах меня ты видел коммунистом а я нашел воскресшего Христа вот часть из этих так надо вот так попал не на ту нажал вот так часть из этих новых стихов разделенных на четыре готовящихся к изданию книги по 800 страниц каждая были уже напечатаны в тридцати томах открытым оком считающие их очень часто просят путеводитель к стихам чтобы понять полный смысл их для этого в некоторых стихах появилась напротив строчек и места святой библии откуда взята эта мысль обычно в предисловии к книгам кто-то из знакомых автору писателя или поэтов делает как бы путеводитель у меня же ситуация такая что бравшиеся за это тут же отказывались им вовсе неизвестны смысл эпиграфа незнания святой библии а далее я делаю перенос этого времени на сегодняшнее и затем лично к читающему такой двойной перенос почти неизвестен литературе это не поэзия с выщурными и пустыми сравнениями но все это согласовано с библейскими текстами в каждой книге по 773 стиха всего же 3092 остальные в первом книге вышли их корректировать мои отказались даже те кто верит в Бога кто корректировал мои книги каждая из них там была по 772 это предисловие не знаю какой знак припинания ставить что последует за этим знаком перенос во времени или полное противопоставление уже сказанному и сразу начинается какое пример себе своим воображением которое сейчас там было ну и дальше вот оно это 2003 год драгоценную крови Христа анализ крови шариков пузатых и вот уже в страницах вот я показываю какая страница сейчас я открою вот Ctrl G вот видишь две нажимать надо одновременно и сразу на G и вот она выскочила какая мне нужна страница ну допустим 777 есть такая страница я открываю все 777 да потому что по другому никак не теперь я смотрю какое тут стихотворение отвергнул скрытое отвергнуться себя в который раз считаю слышу слово Иисуса преграду положить для рук и глаз и постичь великое и славное искусство характер свой как навыки привычки все-все что не по слову иеговы что не по совести явно неприлично забыть и бросить тяжкие оковы и вот ну допустим я это закрываю даже попутно и дальше показать надо изменять еще не надо второй том я открываю вот он второй том это готовое к изданию 778 а дальше что а дальше я сейчас покажу что содержание ответа на вопрос как вот это чтобы ровно было это особая программа абсолютно все делал вы набор виграфы все это бог дает время ну и дальше перечислить вот они стихи идут какая страница на две вот они идут сколько это время отняло во а это как когда верстал как это было видишь сколько там на все сохраняется и теперь мне надо перейти на первые посмотреть я контр лже поставил цифру два ударил на второй странице а на первые а на первый год Игнатий Латкин проповеди в стихах книга вторая ну теперь перелисту по благословению проповеди другая картинка и дальше предисловие так идет четыре тома и еще сдать не и сдать не могу развернулся и ушел вот я показал как как это делается и поэтому куда бы я не пошел у меня всегда с тобой померка на которой писать ну вот это пачка вот они все видишь видно нет что нигде нету и нигде нету наконец-то мы посмотрели потому что вы всегда говорите нам но мы не видели а теперь видно вообще нету никаких исправлений нету вообще нету чистого листа пишется да когда плохо не просвечивать я его сразу нажимаю и все иногда забыл что пишу на другой стороне напишется вот она идет я уже перекидываю перекидываю вот она я Володя благодарю спасибо христос видите мы сегодня как бы о стихах поговорили изничтожного полезное вот как бог взял а почему я не знаю на многие вопросы не могу ответить почему сегодня именно я решил сегодня сказать я скажу что ради вас чтобы вы на месте все это увидели я бы тоже хотела вот такую заметку сделать про ваш покрывало это очень хорошо надо чтобы она проходила тут Володя подпилил маленько что она заходит теперь закрыть все пыль не попадает я могу писать а сверху стоит у меня уже вымерено сколько надо вот эту ну и сразу все запись началась у меня один в кармане аппарат а другой здесь все время станет вот я показал распечатал все спасибо 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 спасибо